друзья подписчики всем огромный привет с вами южин влокс в общем ну как вы уже поняли из названия хочу вам показать распаковку и как это назвать не знаю первый взгляд первые впечатления потому что сам ничего еще не открывал по наушникам геймерским для компа вот но прежде всего хочу вам показать свои старые почему потому что я их обозревал тогда на канале было он боксинга первый взгляд я честно не помню когда это было но это было достаточно давно года два или три назад вот сейчас блин я гляну секунду мне самому даже стало интересно в общем друзья посмотрел если верить ютубу то в марте двадцатого я выкладывал он боксинг этих наушников вообще странно потому что я думал что они у меня больше но все равно как бы полтора то года уже по-любому прошло в общем в общем что хочу сказать что ну почему вообще это обозреваю потому что наушники любое ну как бы понимает это расходный материал то есть как бы вы их там не берегли какие бы они там не были качественные все равно они рано или поздно ломаются в основном со всеми наушниками что у меня происходило или там износ какой-то провода происходил или он там внутри где оторвался перетирался или что-то такое или ломались вот эти дужки если они здесь пластиковые или здесь вот это металл или ломалась вот эта система регулировки или сами дужки или самая вот тоже большая проблема это сами вот эти ампишуры их не вот эти кожухи они они по-любому накрываются просто по разному времени ну вот у меня было наверно наушников ну наверно вот таких этих компьютерных ну я имею ввиду они не все были компьютерные на которая на компьютере использовал это наверное у меня две пары износились живи си один панасоник и я уже не помню короче где-то пар 5 наверное за эти годы но так и получается два года где-то одни наушники держатся примерно потом по разным причинам ломаются вот и последние в которых я больше всего стремил до панасоник ну я сейчас уже хочу с микрофонами покупать почему потому что раньше я брал без микрофона микрофон отдельно но это сейчас в наше время реально стало неудобно потому что для игр то ладно это как я не особо игроман но часто звонят или по skype или потом вайберу и если я за компом не удобнее короче ну как бы что делать и сразу по наушникам разговаривать чем переключаться на телефон короче на громкую связь такое вот ну и тоже звонить удобно как бы сидишь за компом в кресле там какой-то я не знаю параллельно счет еще делаешь и как бы болтаешь вот поэтому это как бы первые у меня вот такие с гарнитурой до которой я покупал с микрофоном остальные у меня все были обычные наушники ну как бы первый опыт бренд я вам говорил корсар но есть видео по ним на канале но там чисто как распаковка и я вам показывал чего нигде потому что особо ну что можно обозреть если ты как бы вещи не пользовался но сейчас я попользовался уже могу вам по факту сказать друзья что наушниками как бы доволен у полностью на сто процентов за те деньги что они стоили я не помню у них оригинальная цена по моему полтинник но я их покупал на скидке по моему 30 долларов короче это все было видео я вам все говорил в общем модель здесь какая давайте уже сразу короче у меня на канале если не поищите просто по поиску корсара найдете понятно здесь модели а вот здесь модель rda 0027 сделано в китае короче друзья что основное сказать по наушникам они очень прочные пипец вот это я реально не ожидал потому что вот эта вся штука сделана полностью с металла то есть видите вот например удар потом вот здесь вот ну короче на них много коцак много ударов почему ну потому что столько времени во первых коронавирус я сейчас все время дома работаю на компе плюс много игр поэтому эти полтора года их можно спокойно считать ну как полтора коронавирусных их можно считать спокойно как за три а то и четыре обычных года это я вам серьезно говорю не шучу потому что ну я в этих наушниках ну реально сидел там по 10 часов в день там 8 на работе там два в играх иногда вообще там когда зимой все выходные катал поэтому то что они вот это износились это я вам скажу я считаю это очень хорошо фоне так долго прожили короче они все работают с ними с ними пока нет проблемы но я я просто почему решил взять сейчас другие потому что летом у меня случилась какая хрень здесь видите вот эти вот ампушюры короче когда было супер жарко вот когда жара там было под 50 градусов и ты сидишь весь потный короче они здесь постоянно были мокрые мокрые вот как-то они от пота вот это скользкими становились и как-то они у меня упали и вот это там пишу рад ну слез вот он так отлез и короче я его ну пытался запихать но не получалось пришлось полностью снимать ну короче с ними мучился у меня не получалось ничего их починить я думал все хана и короче хотел уже новые заказывать ну как ломанулся в интернет это читай там обзора опять гуглить ну короче у меня мозг это все не переварил поэтому я так ничего и не взял и все-таки дочинил их но когда чинил все равно видите вот некоторых местах у тут она все равно видно что вылазит у тут она то пока не вылезет вот сейчас ну прямо сейчас но это просто вопрос времени вот видите вот она как бы там ни на чем и не держится вот это вот херня то есть она как бы ну так оно сделано она просто заправлена туда но там никак не зафиксировано вот короче и вот эта черная хрень она по-любому видите уже почти все облезла но это на всех наушниках так у меня на работе несколько пар вот ну вам будут бесплатные наушники там ну так тоже дорогие там или logitech или microsoft они тоже точно так же он все облазит потом panasonic тоже у меня много лет прожили ну а мне кажется вот эти больше если по времени считать они по годам проработали у panasonic и они все целые работают но вот у них проблема что вот эта вся хрень облезла но и реально в них как-то комфортно стало и да и выглядят они некрасиво ну короче вот это вот херня она во-первых но облазит и вся прилипает к тебе и потом ты идешь весь в этой черной перхоти во вторых она у тут уже вот эту ткань видите она все равно тут долго уже как бы не проживет она все равно протрется скоро вот ну вот тут внутри видите вот тут она отлаживает и потом и в ухо может засыпаться ну как бы пользоваться ими можно может и попользуюсь ими еще вот но я решил уже раз просто там я увидел одни наушники на скидке как пока акция их взять может этими попользуюсь еще как они уже до конца накроются возьму жить и вот потому что когда я говорю ли летом когда ринулся срочно мне надо было ничего не нашел ну тогда я же этаж был какой-то момент ну нет это прошлом на летом было же этаж в этом не было особо уже тоже но все равно как бы не было предложение все было как бы дорого и не было каких-то нормальных вариантов а там брать такие же наушники там только уже без акции вообще не хочется когда ты знаешь у пакса их можно дешевле к ну вообще я бы такие бы взял еще раз вот честно вам скажу как бы не жалуюсь первое что здесь удобно но прочность то есть самое главное в них супер прочность короче как бы ну я и говорю не не ведь знаю вообще как их можно сломать больше вот здесь у даже видите они треснули но это они треснули совсем не из-за пользования из-за того что они блин миллион раз у меня падали то их код сбрасывается стала тушь ну то есть видите ну даже эта трещина она никак на их не работоспособность не повлияло потому что ну вот замок все работает короче вот и как бы держит как бы все это положение так же как и здесь и вот это вот например фигня видите она вся целая хотя здесь же постоянно тоже вот тут голова трется ничего вот видите она прошита все как бы здесь тоже нормально здесь вообще как бы идеал хотя вот видны видите вот такой например след это явно видно что от падения ну короче падали они у меня много очень много раз короче основное что прочность здесь провод просто пипец какой толстый и он короче ну реально неубиваемый тоже бывает кот его зацепит там побежит бывает я когда встаю что-то зацепляется вот ну короче много раз такое было что они падали или зацеплялись и реально ну именно сильные такие воздействия шоу ну я уверен какие-то другие бы наушники уже бы не выдержали но эти реально вот пережили все испытания да вот тут видите заправлять надо но она уже здесь сама эта хрень она потеряла ту же форму то есть видите вот как тут он пишу родит это ну и она как она это ткань когда она уже теряет свою эту фигню она растягивается становится как бы не знаю ну то есть я к тому что они проработают много лет вот но рано или поздно то все равно не умрут они же не вечные поэтому наушники реально рекомендую то есть можно брать вот но то есть готовьте чтобы и хватит на пять лет вот примерно но если вы там не супер геймер который круглосуточно играет тогда на года два ну минимум должно хватить удобно здесь вот это вот штука отключается и тоже микрофон очень прочный но тоже вот тут хрен как сломаешь вот качество микрофона хорошая тоже и видео с ними записывал ну и стремил много и по играм видео записывал тоже с этим микрофоном здесь короче вообще как бы ноль претензий из недостатков не очень длинный провод то есть он как бы длинный но я бы вообще хотел бы подлиннее потому что у меня как бы ну корпус здоровым стоит на полу но его хватает но как бы все равно нету такой особой у него свободы знаете действия но это вот в моей ситуации своей я бы хотел по длине кому-то наоборот длинный будет неудобно потому что ну у кого-то например там лэптоп стоит просто на столе так тому вообще не надо даже такого наверно провод в общем как бы на мой взгляд мне бы хотелось по длине но это как бы я не считаю супер недостатком тоже они наверное сделали средний как по требованию большинства количество пользователей к штекеру никаких проблем нету к резинке к этой тоже нету она у меня была всегда привязана к стойке наушников и ну я вам показывал стойку наушников и обозревал металлическую человек покупал я их на нее вешаю иногда вот иногда просто кладу там на системный блок или на стол или там на кресло вешаю короче в разные всегда места ну вот она все эти годы прожила она была все время привязана я только сегодня вот отвязал перед этим обзором но хотя обзор блин друзья уже чуть долгий получается наверное вообще уже подумал что я наверно тогда просто это видео сейчас закончу и выложу его отдельно зову тогда уже это отзывы вот этим корсаром до новые тогда наушники просто запишу в другом видео но потому что это пипец уже тут больше 10 минут уже 13 вроде как-то неожиданно это так как я вам говорю вот это чисто физические поломки потому что ну если вы будете аккуратно обращаться они у вас не будут падать то вообще ничего не случится с ними ну потому что даже вот эта хрень у меня отпала когда они упали вот ну просто наверное за счет того что вот она когда прижимается у тебя тут ухо и она все под на и видимо как-то под затек и она стала скользко из-за этого короче они упали и когда их берут эта хрень разошла здесь вот но не хочу ее снимать показывать потому что потом реально и и нацеплять целый гиморр вот на втором она не отпадала вроде если я правильно помню но все равно видите тоже она как-то форму тут тоже начало терять вот ну а эта хрень конечно вот плохо что они эти сами штуки отдельно не продают чтобы можно было купить просто и заменить вам что тут наушниками если их поменять вот здесь не но здесь она тоже трещина и вообще не видел только час и заметил но я честно вообще не ощущал никакого ее воздействия вот по моему работоспособность их не изменилась вот эти штуки поменять и было хорошо ну я сомневаюсь что они продаются вот отдельно ну не знаю надо поискать может быть и есть я особо и не искал в принципе то что просто никогда не видел чтоб они отдельно продавались не на какие другие наушники вот ну может и есть я не знаю в общем наушники очень хорошие друзья вот именно я ими доволен и плюс ну как качество звука класс качество микрофона класс звук действительно классный потому что большие динамики хорошая как бы звукоизоляция дизайн неплохой очень ну я но не то что только дизайну но и прочная здесь тоже пипец выглядит конечно красивее чем обычный там пластик какой-то вот такие ненавязчивые логотипы металлическая сетка тоже нету тут никаких светодиодов свечения ничего такого то есть обычные наушники ничего не светится вот ну может быть есть какая-то версия у них светящаяся уже не знаю все таки технологии развиваются беда из недостатков его мне до рассказал ну вот один из как самый для меня главный недостаток что они вообще как бы ну если кто очки носит или на компе в очках работает короче они они лучше до других наушников которые у меня до этого были с очками но тоже зависит как-то что за очки смотря вот у меня были очки я вам показывал эти пластиковые манглан ну было где-то на видео он показывал недавно что они сломались с ними вообще было идеал не было проблем они вот как-то четко тут как-то попадали вот где тут очки должны проходить да вот тут ухо у вас и как-то на духом вот эти очки в эти разрезы и короче ничего не давила или дужки разной формы о которой я сейчас вот эти хожу на свои старые nike титановые они короче в них неудобно они какой-то частью все-таки на те наушники давят на эти дужки и короче она реально короче как ну сами понимаете когда на очки что-то давит это как бы долго происходит она короче неприятные такие ощущения вот но с этими лучше чем со всеми другими чудо этого было потому что все как бы наушники которые специально это фича не продумано они все короче как бы давят на очки ну понятно чем больше наушники и какая если они как бы геймерские то это намного лучше конечно да очень обычных наушников как у меня до этого были хотя как бы по прочности тут тоже так прямо не скажешь вот в общем не знаю я вам как свое мнение рассказал на небольшой еще недостаток забыл но это тоже надо привыкнуть короче вот это все удобно регулировка вообще идеал очень мне нравится что она тут сделано и как бы по месту но тоже если у вас какие-то другие были сначала привыкнуть надо но здесь вообще никаких проблем вот даже за столько лет крутилка не сломалась ничего это отключение микрофона тоже очень удобно знаете там вы с кем-то говорите говорите но потом вам там надо что-то шум на этом я не знаю заглушить не знаю что дома происходит там кому-то чет сказать не искать там где у тебя там в программе там это микрофон ты можешь просто эту кнопку нажать и потом отжать но тоже очень быстро и удобно получается но это понятно чем объясняю но вот проблема что кресло и вот если такие игровые как у меня но я вам свой показывал у меня этот secret lab вот и но они все примерно 1 но вот когда ты в кресло облокачиваешься то вот эта хрень она начинает за кресло задевать и короче может сама туда-сюда вверх-вниз регулироваться короче ну такое у меня тоже миллион раз было просто как бы за этим следить надо но если ты в кресло не облокачиваешься то принципе здесь никаких проблем нет ну в общем в общем я вам скажу друзья что понятно что корсар китай херня вся но именно вот эти наушники я не знаю как у них другие модели мне показалось что они достаточно достойные как бы в них во первых и приятно понятно что можно дешевые на али там по десятке брать сколько они там выживут три месяца потом выбрасывать и новые брать ну мне кажется тут и другие ощущения потому что они реально как бы удобные за счет этих больших ушей за счет того что тут все мягкое за счет того что они не болтаются они достаточно плотно сидят потому что вот это все металл и как бы но все как бы в них удобно и удобно что вот он микрофон не нужен вы можете снять и без него вообще ну у меня сейчас одета сейчас часто говорю а до этого тоже как бы я его раньше не все время одетом здесь держала снимал там вот а потом прицеплял только поговорить но сейчас я часто почти каждый день разговариваю поэтому сейчас не снимаю вот ну в общем не знаю в общем мое такое вот мнение вам рассказал что я считаю что очень достойные за эти деньги и как бы вот так если ваше мнение напишите в к ну то есть смотря по какой цене я не знаю сколько они реально стоит в магазах ну вот как я вам говорю как они на акциях были по 30 или 35 уже не помню то в принципе за эти деньги вполне можно брать вот в общем друзья ставьте лайки подписывайтесь и да благоволит вам господь пока пока